Ситуация с паводками в Казахстане по-прежнему сложная. И специалисты предупреждают, что в стране наводнения могут повторяться. Чиновники пообещали восстановить дома, компенсировать ущерб пострадавшим. И несмотря на критику в адрес их работы, сами они оправдываются, что вода пришла неожиданно. И откуда? Совсем не ждали. Давайте сейчас послушаем, что заявил вице-министр ПООЧС Бауржан Сыздыков и министр водных ресурсов и ирригации Нуржан Нуржигитов. Мы должны понимать, что тот уровень воды, который образовался почти в Казахстане за последние 30 лет, это первый раз такой, чтобы во время паводков было такое количество воды. А то, что касается остальных водопедивостей, где отопление проходит, здесь, если вы обратили внимание, вода превышает сожжение изверх, а превышает со степей. То есть откуда, если честно, откуда воду не ждали, то есть сожжение изверху пришла. Ну, как видно, ведомство лишь может констатировать случившиеся уже факты, а вот спрогнозировать и заранее принять меры, которые, например, помогли бы избежать таких тяжелых последствий, увы, не в силах. Сейчас в зоне потопления остаются пять областей. В 20 районах объявили 20 чрезвычайных ситуаций местного масштаба. Талые воды сносят с трассы даже груженные фуры. Сложная обстановка сохраняется в Западно-Казахстанской и Костанайской областях. В Актюбинской области утонул еще один ребенок. Сейчас под угрозой наводнения находится Карагандинская область. Здесь ожидается вторая волна паводков. И тут стало известно, что на борьбу с потопами в регионах было предусмотрено 7 миллиардов тенге. Из них успели освоить 3 миллиарда. Правда, судя по масштабам ужасных последствий и тысячам затопленных домов, подготовка была так себе. И вопрос, насколько сейчас чиновники и службы готовы ко второй волне, которую обещают не сегодня, но так завтра. И если у нас вообще какие-то решения по этому поводу. Так, друзья, ну а мы идем дальше. Новый герб потребует замены и бумажных купюр, на которых изображен государственный символ. Заменить придется 4 триллиона 200 миллиардов тенге. То есть, понимаете, меняем герб, меняем все остальное. Об этом сообщили в Нацбанке. Именно столько бумажной наличности на конец марта было в обращении у казахстанцев. Правда, это количество может измениться к моменту, когда власти примут окончательное решение. Будут они все-таки рисовать новый герб или оставят старый. Но пока очевидно, в связи с паводками чиновники всех уровней, заняты другими вопросами, решения по гербу отложили до более подходящих, так называемых сухих времен. Поэтому и мы будем двигаться дальше. В Шемкенте за хищение и взятку осудили бывшего зам Акима Инбекшинского района Ерика Тлиншинина. В суде доказали, что чиновник прислоил 28 миллионов тенге, выделенных на содержание кладбища. Еще получил взятку в размере 60 миллионов от бизнесмена, который занимался благоустройством мегаполиса. За это Тлиншин обещал свое покровительство. Помогали чиновнику главный специалист этого же Акимата и руководитель подрядной организации. Всех взяточников осудили. Экс Аким получил 11 лет тюрьмы, 10 лет дали его подельнику, еще три года получил второй сообщник Тлиншина. Заниматься госслужбой они уже не смогут никогда. Во всяком случае, так постановил суд. И еще об одном громком деле, которое скоро начнут рассматривать в суде. Мы сейчас поговорим. Сотрудников колонии и военнослужащих в области Улы-Тау подозревают в пытках. Там прокуроры завершили досудебное расследование. Материалы уголовного дела передали в суд. Давайте послушаем, что рассказали об этом в прокуратуре. По управлению досудебного расследования прокуратуры области Улы-Тау завершено досудебное расследование в отношении сотрудников учреждения номер 62 по Караганинской области и области Улы-Тау комитета уголовно-исполнительной системы МВД РК и воинской части номер 6505 Национальной гвардии Республики Казахстан по факту совершения пыток. Установлено, что 11 сотрудников с целью дискриминации осужденных путем запугивания и применения насилия в отношении 11 осужденных, отбывающих наказание в этом учреждении, совершили пытки. В целях сокрытия совершенных уголовных правонарушений от правоохранительных органов, должностные лица сообщили вышестоящему руководству о неповиновении осужденных сотрудникам учреждения и воинской части. В ходе следствия в отношении подозреваемых избрана мера пресечения, а также следственным судом они были временно отстранены от занимаемых должностей. Запугивали и пытали заключенных 7 сотрудников учреждения КУИС и четверо служащих воинской части. Чтобы оправдать свое поведение, они заявляли начальству, что осужденные якобы нарушают правила режима и не подчиняются. Все обвиняемые по делу отстранены от занимаемых должностей. Ну а мы сейчас хотим поговорить о том, как часто вообще пытки и насилие практикуются в казахстанских колониях и в полицейских участках. И много ли подобных фактов доходит именно до суда. С нами на связи в прямом эфире юрист Галам Нурпейсов. Галам, добрый вечер. Здравствуйте, здравствуйте. Спасибо, что с нами. В последнее время было несколько кейсов о пытках в СИЗО и колониях, причем подтверждают их официально. Это что, какая-то прям тенденция? Неужели власть признает, что такое случается? Ну ведь раньше об этом молчали и дела до судов не доходили. Вы знаете, к сожалению, то, что регистрируются уголовные дела, связанные с пытками, не всегда доходят до приговора. Это у нас такая волна пошла именно после хантарских событий. Но мы даже по хантарским событиям на сегодняшний день знаем, что львиная доля возбужденных уголовных дел по статье 146, это пытки и жестокое обращение, у нас дошло до суда и приговора совсем маленькое количество этих дел. Ну, сейчас, на сегодняшний день, я вот хотел бы как раз отметить, что регистрация в прокуратуре области и городов республиканского значения по пыткам, по заявлениям пытков у нас происходит гораздо чаще. Даже вот на сегодняшний день у меня несколько дел связанных с расследованием, дел связанных с пытками, они здесь все расследуются. При этом я здесь как раз именно хотел обратить внимание, когда у нас здесь говорят пытки, здесь наша законодательность в уголовном кодексе у нас четко прописывается, что пытки это форма психического или физического воздействия с целью получить какую-либо информацию или сведения, или заставить его не давать этих сведений. Соответственно, вот что уже в тюрьмах и колониях, где совершаются, это можно относить как жестокое обращение, насилие. Да, вот. Но жестокое обращение, недозволенные методы, они тоже у нас попадают под категорию пыток. Поэтому здесь для законодательства, когда вот мы говорим о пытках, мы просто это, как говорится, обобщаем. А так в данный момент здесь есть такая тонкая грань. Это превышение должностных полномочий, либо те же истязания. То, что сейчас происходит регистрация, увеличилось количество регистрации по данным заявлениям, это, в принципе, нормальное, хорошее такое направление, которое можно говорить о том, что все-таки начали обращать внимание на нарушение прав человека в пенсиарной системе. Я вот хотел бы так отметить. Но вопрос заключается вот в чем. Даже вот в пенсиарной системе, там, понимаете, есть определенный режим, установленный режим, который осуждено, отбывающее наказание обязано их выполнять. И бывают ситуации, когда отбывающее наказание не выполнил обязательства, свои обязанности, либо там возразил каким-то действием, то в этой ситуации здесь сотрудники колонии начинают определенное на него воздействие с целью привести его к надлежащему поведению. И в данный момент здесь вот это слово пытки, жестокое обращение, оно очень тесно взаимодействует именно с превышением власти или злоупотреблением власти. Вот в этой части почему бывает такое, что некоторые заявляют о пытках или о жестоком обращении, но потом дело прекращают, потому что по юридической квалификации оно не попадает под категорию тех же пыток, потому что с него не выбивали каких-либо показаний. Если здесь жестокое обращение, а если вдруг человек не выполнил определенных требований, это правил поведения, то тогда здесь получается не жестокое обращение, а превышение власти. Вот в этой части, мне кажется, необходимо здесь как раз более детально и точнее уточнять, с точки зрения, юридической точки зрения, что все-таки это были пытки или жестокое обращение, или все-таки это было превышение власти. Ну вот вы говорите, что из вашей практики там вот обращаются и так далее, но доказать эти истязания удавалось ли, были ли именно наказаны те, кто их совершал? И вообще насколько сложно все это доказать со стороны правоохранительной системы, в армии, в колониях? — Знаете, я здесь хотел бы сказать вот какую точку или позицию. Именно само расследование тех фактов, как связано с пытками или жестоким обращением, у нас подходят к расследованию, мне кажется, с юридической точки неверно. Есть такое понятие позиция презумпции невиновности, и следователи, прокуроры, они очень часто подходят с такой точки зрения. А чем мы докажем или как мы обоснуем? Я считаю, именно данная категория дел должна расследоваться совершенно в ином формате. Если человек заявил о том, что в отношении него были совершены либо пытки, либо было совершено жестокое обращение, недозволенный метод знаний, то государственный орган должен документально опровергнуть его заявление. Тогда при таком подходе доказательство о том, что в отношении отбывающего наказания или лица, находящегося в уголовном производстве, который заявляет о пытках, тогда его позиция гораздо упрощается, и она становится юридически более сильной. Почему? Потому что лицо, которое подвержено насилию со стороны некоторых сотрудников, недобросовестных сотрудников, когда совершаются пытки или жестокое обращение, они всегда совершаются в закрытом помещении, когда у потерпевшего нет возможности противопостоять, нет возможности доказать или как-то обосновать. И получив определенное физическое насилие или психологическое насилие, вот эти недобросовестные сотрудники, они дают определенное время для того, чтобы если у нее появились гематомы, чтобы эти гематомы исчезли. Если у нее идет нервный срыв, его оставляют, и он чтобы восстановился, и только после этого там его дальше выпускают, к нему может там попадать его родственники или еще что-то. Поэтому в этой части, мне кажется, нужно законодательно как-то определить именно методику расследования пыток, изменив именно сам подход к процедуре получения доказательств и дознания по пыткам, не доказывать, что с ним происходило жестокое обращение или что его пытали, а как раз опровергать его слова. То есть, если к нему приходил следователь или оперативники, они обязаны производить видеофиксацию общения с ним. Если это в рамках уголовного производства, когда идет следствие, то любой контакт со следователем или с тем же оперативным работником, когда ему необходимо отработать, он должен быть только в присутствии адвоката, чтобы подзащитный, чтобы подозреваемый никогда один на один не оставался ни со следователем, ни с оперативными работниками. Только тогда в таком случае, мне кажется, мы сможем уже противостоять вот такому недозволенному методу дознания с сотрудниками. Ну а в пенсиональных системах там немножко подход, конечно, другой должен быть. Но опять-таки, именно подход в части опровержения его заявлений, он должен был сохраняться. По этой части, конечно, адвокат не всегда может находиться в пенсиональной системе, там внутри, что там происходит. Но именно сам подход к расследованию по данным заявлениям, он должен был быть таким, как я описал выше. Спасибо вам большое, хорошего вам вечера. Друзья, напомню, с нами был юрист Галан Нурпиисов, а мы двигаемся дальше. В Павлодаре оштрафовали мать девочки, которой сына Кима сломал нос. Казалось бы, парадоксальная получилась ситуация. Наказали семью пострадавшей. Но суд, который вынес решение, посчитал, что школьница сама спровоцировала знакомого на агрессию. Поэтому на сочувствие, по-видимому, рассчитывать не должна. Напомню, инцидент произошел в январе в элитном лицее Павлодарской области. Между подростками произошла ссора. Шестиклассник ударил семиклассницу и разбил ей нос. Девочка попала в больницу. Мать покалеченной школьницы обратилась через соцсети к Акиму области. По ее словам, дрочливого лицеиста не приструнили, потому что тот сын районного Акима. После того, как резонансное видео разошлось по интернету, полиция начала расследование. Но суд в итоге встал на сторону обидчика. И мать погибшей, простите, и мать побитой девочки, извините, пожалуйста, за эту ужасную оговорку, мать девочки оштрафовали почти на 52 тысячи тенге за то, что она недолжным образом, оказывается, исполняла обязанности по воспитанию своей дочери. Вот такая история, которая, как мне кажется, ну, очень показательная. Да, кстати, не только вот в Павлодарском суде считают, что женщина порой заслуживает синяки и переломы за свой длинный язык. Как вы понимаете, это не утверждение, а знаменитые цитаты. Ну, еще новости. В Алматы задержали банду, которая отлавливала бомжей и оформляла на них кредиты. Преступники действовали по отлаженной схеме, заманивали бездомных в частный дом и держали их там насильно. У пленников забирали документы и шли прямиком в банк оформить заем. На момент задержания аферистов они успели повесить, кажется, уже на 30 несчастных бродяг 200 миллионов тенге. Кто теперь будет возвращать долги банкам и возместят ли ущерб бомжам, которые просидели в плену, неизвестно, сколько времени еще не сообщили. Ну, еще одна новость. Из столичного музея исчезла фигура Нурсултана Назарбаева. Шесть лет восковой Назарбаев просидел за письменным столом в одном из залов военно-исторического музея в Астане. И вот теперь его не стало. А подсидел первого президента, первый министр обороны и герой страны Сагадат Нурмагомбетов. Теперь его восковая фигура уселась за стол, за бывший президентский стол. И в этом году в стране отмечают столетие Сагадата Нурмагомбетова. Возможно, с этим и связаны такие перестановки экспозиций в музее. Но старый экспонат Нурсултана Назарбаева тоже совсем не списали. Он остается в музейном фонде. Об этом сообщили сотрудники учреждения. А вот активисты продолжают биться за сохранение уникальных петроглифов в Талдыкургане. Члены общественного фонда «Охотники за петроглифами» провели пресс-конференцию в Алматы и потребовали остановить уничтожение культурного достояния Казахстана и пересмотреть законодательство. Напомню, компания «Тимурбетон» разрыла котлован близ города Талдыкургана и добывает там диорит. Это порода, которую применяют в строительстве. Но именно на этом месте, утверждают общественники, расположена сопка «Тимур» и популярный хребет «Казалтаз», на которых множество наскальных рисунков бронзового и железного веков, а также тюркской эпохи. Взрывные работы на этом месте компания начала проводить с прошлого года, тем самым угрожая сохранению вот этих самых петроглифов, так заявляют активисты. А как утверждает исполнительный директор общественного фонда Ольга Гумирова, диорита в Казахстане очень много и можно найти другие места для его добычи. Но пока попытки договориться с Акиматом Талдыкургана и с бизнесменами не увенчались успехом. Давайте послушаем, что нашим журналистам рассказали общественники, которые сейчас пытаются сохранить в целости петроглифы. Это мы им предложили перенос карьеры в другое место. Потому что, как мне сказали знакомые геологи, вот диорита у нас в Казахстане как грязи. То есть нет необходимости рядом с городом разрушать панораму гор, которая украшает город. Нет такой необходимости. Понимаете? Это просто их такие хотелки, это рядом с городом, 20 минут до их предприятия и все. Где-то месяца полтора назад нас вызвал Аким города Талдыкурган, потому что это буквально в пяти километрах от города находится. И там были представители Тимирбетона. И там мы договорились. И Тимирбетон согласился, что местные власти Акимат дадут им другое место для добычи тех камней, которые им необходимы для производства. Но не в этом месте. Мы договорились об этом, по рукам ударили, договорились составить меморандум об этом, подписать его все, трехсторонний Акимат, значит, вот наша организация по петроглифам и Тимирбетон. Но уже полтора месяца прошло, никакого меморандума нет, а работы продолжаются. То есть местный Аким от Талдыкургана, к сожалению, не сумел сдержать своего собственного слова. Общественный деятель Мухтар Тайжан предлагает ужесточить законодательство в части выдачи разрешения на разработку в местах, где есть археологические ценности. Ну, посмотрим, услышат ли теперь активистов чиновники Талдыкургана и в том числе в столице. Ну, мы надеемся, что услышат, а пока идем дальше. На алматинских столбах и автобусных остановках якобы появились листовки с призывами вступить в Легион Свобода России. Тревогу забили алматинцы, которые увидели объявление, и выглядят они как призыв участвовать в войне. На листовках указаны QR-коды, и эти QR-коды ведут на сайт Легиона и его телеграм-канал. Там отмечается, что в свои ряды Легион принимает только граждан России. По состоянию на 1 января в Казахстане зарегистрировано более 3 миллионов россиян. Кто расклеил объявление, неизвестно. Полиции сообщили, что по этому факту проводят проверку. Ну а в Абайской области полицейского уволили за интимную переписку с девочкой. В прошлом году жительница города Шар пожаловалась на инспектора по делам несовершеннолетних. По ее словам, сотрудник ювенальной полиции познакомился с ее 17-летней племянницей и попросил ее номер, но якобы для служебной проверки. С этого момента мужчина начал писать тинейджеру, приглашая на свидание с интимом. Инспектора вызвали на ковер в департамент. Он не стал отпираться, его сразу же уволили из органов. Однако теперь уже бывший страж порядка посчитал свое увольнение несправедливым и потребовал восстановить его на службе. По его мнению, в той переписке ничего криминального нет. Тем не менее, суд второй инстанции оставил решение без изменения. Более того, в суде стало известно, что до этого уволен и работал участковым инспектором в Аягасском районе. Но его отстранили после жалобы тещи. Женщина заявила, что, будучи пьяным, полицейский бил свою супругу. Вот теперь интересно, попытается ли бывший участковый устроиться в органы в третий раз. А родственники пропавших на руднике майкаин золота спасателей просят возобновить поиски. Семья одного из пропавших даже поехала в Астану, так как, по их словам, в местном Акимате от них отмахиваются. Напомню, трагедия в Павлодарской области на шахте майкаин золота произошла 4 января. Автобус с тремя спасателями и водителем ушел под землю. Тела двух пассажиров удалось найти и поднять на поверхность. А еще двое – это спасатели Айдос Шемерден, водители Айб Тлеубергенов – числятся пропавшими. Их искали месяц, но из-за риска повторного обвала грунта работы прекратили. Затем поиски возобновили в феврале, тогда удалось найти фрагменты автобуса, колесо и сумку спасателей, но не людей. И поиски снова приостановили. Родственники пропавших обратились в областную прокуратуру, там им посоветовали подать иск в суд. Аким, по словам родственников, обвинил их в хайпе и на встречу людям не идет. При этом пропавшие спасатели, водитель до сих пор числятся в штате компании, им даже продолжают начислять зарплату. У спасателя Айдоса Шемердена, которого так и не нашли, остались пятеро детей, жена и родители, у которых начались проблемы со здоровьем. Сейчас мы свяжемся с его сестрой Айнаш Шемерден, чтобы узнать все подробности. Айнаш, добрый вечер, вы на связи? Да, здравствуйте, меня хорошо слышно. Да, спасибо большое. Как вам объяснили, почему остановили поиски? Вначале хочу отметить, что работы приостановлены 23 февраля в 3 часа дня. Слышно, да? Хорошо слышно? Да, 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 мы вас слышим. 23 февраля в 3 часа дня причиной стало отсутствие плана проекта дальнейших работ. То есть у специалистов, которые занимались поисками, ответственными являются предприятия «Майклайн Золото» и ПВАС. Это профессиональная военизированная аварийно-спасательная служба, то есть работодатель моего брата и, конечно же, водителя. Ответственность на дальнейшие поиски лежала на них, то есть работы шли так называемые без плана проекта для безопасного поиска. И 23 февраля они объявили, что у них нет этого плана, поэтому они не могут дальше вести эти работы. Но, как вы уже отметили, с 4 января произошла эта ситуация, с 3 по 4 ночью. С 4 января по 4 февраля работы производились в ДЧС Павлодарской области. 4 февраля они приостановили работу и передали всю дальнейшую работу, опять же, повторюсь, ответственность, о предприятии «Майклайн Золото» и ПВАС. 7 февраля они объявили ПВАС, то есть работодателю моего брата, спасатели, так скажем, они сказали, что 7 февраля они возобновляют работу поисковую, но с другой стороны, то есть с безопасной стороны, где нет так называемых ям, пустот, якобы, где до этого они проводили работу, было опасно, сейчас там копать уже нельзя, так как там люди работают, мы с этим согласились, всё хорошо. Нам главное, работы продолжались, конечно же, не в ущерб жизни других людей. Они начали эти работы с 7 февраля, но когда они объявили нам, что они возобновляют работу, они нам сказали, что параллельно они будут разрабатывать этот план, этот план проекта безопасный. Но оказывается, вот 23 февраля, когда они приостановили, второе приостановление было, мы им задали этот вопрос. Вы же 7 февраля нам сказали, что вы разрабатываете этот план проекта, получается, вы почти месяц ничего не делали. На что они нам ответили, что не нашлась та организация, которая берётся разрабатывать этот план проекта. Оказывается, та организация, к кому они обратились, скажем, частная, да, ТОшка, геологическая, оказывается, эта организация уже несколько лет является, скажем так, партнёром, да, АО, предприятия Майклэн Золото, и он работает с ним. То есть это несколько много таких нюансов. Мы сказали, а нельзя было обратиться к другим. Они сказали, мы искали-искали, но ничего не нашли. Ну хорошо, в Астану вы поехали именно с вот этим запросом, да, чтобы продолжили поиски. Удалось вам что-то там решить? Удалось ли решить, не могу сразу сказать. Почему? Потому что это наша вторая поездка. Но вам пообещали, например, там... Нам пообещали. Нам как пообещали? Я сейчас озвучу, что нам пообещали. Нам в первую очередь сказали обратиться, опять же, в прокуратуру нашу местную, областную. Сказать... не то, чтобы жаловаться, а сказать им, что предприятие бездействует, так скажем. Бездействует, чтобы они на законодательном уровне взяли этот вопрос под свой контроль. Также они сказали, что и местные, областные, с нами снова встретятся, что эти работы решатся, работы возобновятся. Но для того, чтобы эти работы возобновились, два предприятия, вот эти вот АО «Майка и золото» и ПВА должны между собой договориться. То есть финансово и закупить договор с той организацией, которая будет разрабатывать, делать экспертизу вначале, а на основании экспертиз сделать план проекта. Но когда мы ездили в Астану, основная проблема была, основная цель была возобновление. Но возобновление, чтобы пошла работа, нужно, чтобы эти предприятия договорились. А целый месяц, получается, 23 по сегодняшний день мы наблюдали над тем, как «Майка и золото» перекидывает на ПВА, на работодатель, работодатель перекидывает на «Майка и золото» в бумажной форме. И мы вот стояли и ждали, когда они это всё решат. Теперь мы приехали, это было, мы ездили вчера или позавчера. Мы приехали сюда, уже пошли какие-то движения, скажем так, да. Завтра будет очередное собрание, где будут и прокуратура местная, и руководители этого предприятия. Сейчас уже идёт разговор, что ПВА, то есть работодатель моего брата и водителя, готовы оплатить финансово, готовы договориться, то есть заключить юридический договор. Но вопрос теперь стоит, опять же, «Майка и золото». Это обратно, говорю, на устной форме, что они отказываются допускать сюда людей для того, чтобы провести геологический сканер, чтобы сделать экспертизу. В принципе, специалисты... Это не безопасно или что, сезон ещё не начался? Потому что это частные предприятия. Потому что частные предприятия, они просто не допускают тех людей, которые просто хотят сделать геосканер, понимаете, для того, чтобы экспертизу сделать. То есть геосканер — это те люди, специалисты, которые приходят, там, измеряют почту. Да-да-да, мы понимаем. Айдаш, завтра у вас будет решаться этот вопрос снова? Да, завтра мы идём, опять же, собираемся по очередной собранию по этому вопросу. Ни на что совершенно не хочу намекать, вот абсолютно честно. Но очень часто, когда к нам обращались люди и оглашали какие-то свои проблемы, проблемы с местной властью, с городскими властями, районными какими-то там чиновниками, очень часто, ну, наверное, это такое случайное совпадение. А может быть, благодаря резонансу в комментариях, потому что нас смотрит большое количество людей, потом как-то эти проблемы всё же решались. И люди договаривались, или бюджеты находились, техника находилась и так далее. Поэтому, Айнаш, ну, мы очень надеемся, что то, что эту проблему вы озвучили, какими-то волшебными способами и совпадениями, завтра, может быть, что-то решится. Ну, а наши журналисты с вами на связи, и думаю, что вы сообщите, как продвигается ваша проблема. Обязательно. К сожалению, у нас прямой эфир, время ограничено, новостей очень много. Я вас благодарю за то, что вы вот так вот вышли в эфир и смело озвучили эту проблему. С нами была Айнаш Шемерден. Её брата вместе с другим коллегой так и не нашли после обрушения грунта на роднике Майнкаин. Спасибо вам большое, Айнаш. Мы надеемся, что всё-таки поиск людей продолжит и будет какой-то результат. Сил вам! Айнаш. 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 Айнаш.